Доброе утро, ребят! Ну что, сегодня новый день, новый вложек, и вы только поглядите, какая у нас тут красота! И петухи поют. Просто. Небо-то какое красивое-красивое, а вдали туман. С телется густой-густой такой. Невероятная красота. Доброе утро, ребят! Буквально вчера вечером сходила в магазин и купила кое-что в Магнит Косметик. Сейчас вам быстренько их покажу, потому что думаю, что отдельное видео снимать не буду, но если сниму, то это уже потом. В общем, купила туалетную бумагу Зева. Она идет для деток. Решила взять ее. Она идет, конечно, чуть дороже, но все-таки она, я хочу сказать вам, значительно мягче, чем обычная даже Зева. Хотя вы знаете то, что именно туалетную бумагу Зева я очень сильно люблю. Взяла на супер-акции средство для мытья посуды Прил. Стоит 40 рублей. Вы знаете, я его не очень сильно люблю, если вы смотрите и наблюдаете за мной. Но из учета экономии бюджета семейного я решила его взять, потому что все остальные стоили за 100 рублей. Понимаете, да, почему я взяла? Следующее, что я взяла, это было средство, которое я очень сильно люблю уже много лет, уже около 6 лет. Это даже 5,5, да, как у меня Кирюшка родился. Я его стала покупать. Это мыло гипоаллергенное. Мое солнышко с авокадо. Очень сильно люблю. Пользуемся всей семьей. И, по-моему, вот это вот стоит около 70 рублей. Вообще крутая штука. С удовольствием я ее покупаю и буду покупать. Что еще купила? Взяла, ну, самые бюджетные в Магнит Косметик. Вот эти вот ватные диски. Решила не заморачиваться. Взяла их и взяла вот такие вот перчатки. Тонкие, нитриловые. В общем, это перчатки, которые продаются только в магазинах Магнит. Если пробовали, пишите, как вам ощущения и впечатления от их использования. И вообще пользуйтесь вы перчатками. Потому что, как вы видите, у меня руки такие, знаете, они очень сухие. И кожа тонкая. То есть они как курочки на лапке. Что бы я ни делала, они у меня иссыхаются. Поэтому, когда я что-то делаю с химией, такой более агрессивной, нужны перчатки, решила взять эти. Потому что мои любимые, которые я раньше брала, и они стоили дороже за пару. Это, по-моему, около 100 рублей и 120 рублей. Их сейчас нет. Поэтому взяла вот эти вот. Так что, как раз пробую, вам расскажу. Конечно же, уже, наверное, все в пустых баночках. Пока у меня есть время, я сейчас буду чистить зеркало. Как вы видите, оно все в мыльных разводах. Видите? И сейчас я его буду запшикивать. Сегодня буду использовать вот это средство от бренда Synergetic. Focus, приди. Ну, где Focus? Вот такое средство. Я его все пользуюсь. Так что, сейчас вместе с вами, пока есть время, быстренько это все почищу. Я всегда выжидаю буквально, наверное, секунд 30-20. А потом просто это начинаю стирать. Но, как вы видите, я снимаюсь одной рукой. Оно, в принципе, очень даже неплохо убирает мыльные разводы. Сейчас дочищу и покажу вам результат. Так, и тут просто шедевральность, понимаете? Вот сколько бы нам лет не было, мне кажется, у нас вот такие вот всякие пятна. Вы понимаете, почему я все время ищу какое-то суперсредство для чистки. В общем, мне нужно почистить будет сейчас это вот зеркало расчудесное. И нужно будет убрать вот такого рода пятна. Поэтому все быстренько сейчас запшикиваю. И буду одеваться, потому что уже надо бежать на работу. Утро ранехонькое, но мне нужно успеть же домашние дела и почистить все. Давайте посмотрим, что он там убирает пятнышки. Зачищается, нет? Хоть чуть-чуть оно чище становится. Видите, какое? Кстати, вот от нее вот такой вот размыв всегда от этого средства. Но нужно немножечко поработать ручками, и будет все отлично. И еще оно пахнет, это средство, не какой-то там прям супер-супер химией, видели? Не какой-то супер-супер химией. Оно пахнет лавандой. Поэтому очень мне приглянулось это средство. И пользоваться им одно удовольствие. Нет никакого, знаете, ощущения того, что вы вся тут в химии. А вы же, знаете, я безумный аллергик в последнее время. Поэтому себя хоть чуть-чуть поснимать. Все делаю на бегу. Хочешь все успевать, нужно рано вставать. А когда ребенок еще в детский сад не ходит, нужно успевать все делать намного быстрее. Потому что берешь ребенку в обхапку, подготавливаешь его и чешешь делать свои дела. Что делать, девчонки? Ребят, как быть по-другому, пока не получается. Ну что, сейчас еще пропылесошу и будем одеваться, выходить. Я вот, собственно говоря, сегодня пойду на работу. Вот таким образом. У меня, видите, косичку как заплыло. Ну да, ладно, все. Стекла почистила, зеркала почистила. Пылесошу и собираюсь на работу. Так. Ну все. Села в машину. Сейчас я заведу и уже погоню. Слушайте, как же тяжело быть мамой, женой и еще выйти на работу еще блогером. Потому что надо же все успеть. Я сегодня максимально собрала волосы, чтобы мне ничего не мешало. У нас вроде бы распогодилось. Вроде бы стало получше. Солнышко появилось. Но посмотрим, что там будет дальше. Как погода себя покажет. Пожелайте мне удачи. И да. Так, где у меня бальзам Carmex? У меня до губы намазать. Я хочу намазать губы. У меня Carmex в машине. С вешенкой. У меня аллергия на вишню. Поэтому у меня этот бальзам как-то вообще не расходуется. Он у меня практически налевый. И я все никак не могу его напользовать. Кстати, знаете, для тех, кто покупает бальзамы Carmex и все, что в этом вдохе, могу сказать одно. Эти бальзамы нифига не лечат. Он просто, знаете, такой жирный блеск. Губан дает и все, не более того. Никакого эффекта лечения, что-то я от него не заметила. Ну что, погнали наши городские, да? Да. Да? Все? Ну, постараюсь еще что-нибудь заснять. Я так вечером чего-нибудь сегодня решила вас опять с собой взять. Еще раз заснять влог. И сегодня еще хотела снять тренировочку вам. Несколько упражнений. Но у меня не получилось так, что тренировочка у меня сегодня была немножечко сбитая. Хотя я планировала ее сделать полностью. Но ничего страшного. Думаю, постараюсь завтра снять-отснять тренировочку. Хотя нет, завтра утром Кирюхи рано на занятии. Поэтому тренировочку, наверное, отсниму чуть попозже. И еще, как обещала, снять видео о маслах. Теми, которыми я сейчас пользуюсь, я их тоже отсниму. Все приготовила. То, что осталось только выбрать день, когда я сяду, это все сниму. Вот. В выходные дни у меня совершенно ничего не получилось. Потому что куча разных было дел, которые нужно было обязательно выполнить. Так что сейчас потихоньку втянусь в график. И если данная работа все-таки выстрелит, и от нее будет толк, то я буду просто собирать как-то график, чтобы все было комфортно. Если работа не выстрелит, убери. Если работа не выстрелит, то, конечно, углублюсь в что-нибудь другое и буду искать что-то другое. Мне главное, чтобы именно работа была, которая приносила доход. Как я сказала вам в предыдущем влоге, и там было очень плохо слышно, повторяюсь. У меня был опыт устраиваться здесь на работу, и это был 2012 год. Три месяца я отработала у работодателя. И когда мы с ним изначально договаривались, что я буду доустроена официально, он мне обещал. Три месяца не врут, не три месяца, а два с половиной. Убери, пожалуйста, хорошо? Три месяца, два с половиной месяца он меня кормил завтраками, то, что да, будет, 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 будет. Он меня устроит, официально устроит. По факту он ничего не сделал, устраивать не стал. Сказал, как будто никто и звать тебя никак, налоги за тебя я платить не хочу. И какие-то там соцпакет тебе давать не хочу, так что работай так, так я тебе буду какие-то деньги платить. Вот так вот я ему сказала, как бы досвидули, досвидули. И так меня не устраивает, и мы с ним расстались. И после этого часто у меня первое официальное трудоустройство... О, мой начальник приехал. Так, все, девчонки, я сворачиваю, и у меня приехал. Мой начальник. Когда приезжаешь с работы, очень сильно устаешь, но при этом помнишь, что ты женщина. Сейчас я уже в ванной, и у меня сейчас будут процедуры красоты. Сейчас буду делать себе самомассаж щёточкой, и потом я буду делать ещё массажик после вот этого щёточки. Как я вам говорила, кстати, в своём видео, чем я буду бороться с несовершенствами тела. В общем, делаю вот этот вот массаж на сухую. Потом следом буду делать вот это вот. Наносить масло. И тоже, наверное, поделаю кулачками себе массажик небольшой. Повтираю его. Это уссурийское антицеллюлитное массажное масло. Разглаживает контуры тела. Неплохое маслице, оно немножечко разогревает. Так что у меня сегодня поплавно сделать себе вот такую вот процедуру. Кстати, ещё после использования данного масла, кожа неплохо напитана. Такая, знаете, не сухая после этого масла. Мне понравилось. Поэтому сейчас буду себе делать вот такую антицеллюлитную процедуру. Несмотря на то, что я валюсь с ног. Серьёзно. Наверное, если получится, я ещё сделаю себе, возможно, вот этот вот обёртывание. Этим кремом у меня его осталось половинка. Так что хочу его в марте месяце добить. Очень прям хочу это сделать. Тем более я сегодня настолько устала, что, наверное, вот такой вот разогревающий крем будет лучше. Наверное, даже, да, я после вот этого сделаю масло. Или нет, вот это вот уберу. Масло не буду делать. Я сделаю вот эту сразу после вот этой штуки. Сделаю вот эту. Ну, не знаю, вообще, сейчас ещё решу, думаю. Но я хочу как-то это всё вместе использовать. Вообще, было бы здорово, если бы ещё можно было вот этой щёткой пользоваться не на сухое, а на какое-нибудь масло. Было бы вообще круто. Да. Ещё у меня сегодня по плану головомойка. Головы я сегодня волосики буду мыть. Сейчас вам покажу, чем. У меня я добиваю продукты, которые я вам показывала тоже в видео, чем я буду мыть волосы. Мыть волосики сегодня я буду вот этим вот шампунем от Эзи Спа. Я вам его тоже показывала в видео, чем я буду мыть волосы. Хотела, кстати, сделать сегодня маску. Но я маску делать не буду. Я, в общем, использую вот этот шампунь. Нанесу на длину вот эту вот маску от Luxury Oil. Это очень бюджетная маска. У меня на неё есть подробный обзор в моём инстаграм. Доски 99.70 проходите, смотрите. Я вам там подробненько рассказываю. И, наверное, я это всё после всего, как это всё сделаю, я ещё нанесу на чистые волосы вот этот вот концентрированный экстракт трав от Jurassic Spam. Мне очень нравится. Я вам уже много-много раз о нём говорила. Так что я решила себе сегодня сделать такой уход. Вообще бы я себе забабахала ванну. Но, блин, наверное, нет. Сегодня я её не сделаю. Сделаю я её себе чуть-чуть попозже. Сегодня делать не буду. Но я добиваю вот этот шампунь. Неплохой шампунь. Бальзам, кстати, его кондиционер я уже добила. Он у меня очень быстро ушёл. Так что сейчас вот этот вот шампунь добиваю. Думаю, как раз к концу месяца я его и допользую. Неплохой шампунь, но без вау-эффекта, как-то я могу вам сказать. Уже я его добиваю. Вот ключевое слово «добивать». Вот эта маска, ну, вы её посмотрите, конечно же, полный обзор в моём инстаграм. Так что не забудьте ещё поставить лайк и откомментировать, понравился вам обзорчик на вот эту вот масочку или нет. Ну всё, я пошла делать массаж. Пока у меня там Кирюха смотрит мультик, у меня есть возможность немножечко с собой позаниматься. Напишите, как прошёл сегодня ваш день, чем вы занимались и какие процедуры сегодня вечером делаете вы. И да, хотите видео о подробных каких-то моих обзорах, в общем, пишите, что вы хотите видеть у меня на канале. Мне это очень-очень важно. Как вы думаете, я сделала маску? Та-дам! Я не могла без маски. Ну вот, что хотите со мной делать, я не могла без маски. И сделала я маску, кстати, от бренда «Шоконат». И я вам её тоже показывала в своём видео, чем я буду мыть волосы. Это маска, шоколадная маска «Пудинг». Очень крутой запах релакс, поэтому пока я буду делать сейчас домашние дела, хотя уже время практически 8, я сейчас забабахала маску и буду, в общем, делать по делу быстренько домашние дела. Ещё столько, куча всяких разных дел нужно сделать. Вот. Пусть пока действует маска, и потом я буду. Перед тем, как пойду в душ, ещё, конечно же, попец свой потеру и масочку сделаю на 15 минут, так что да. Вот так вот решила я сделать маску, хотя я сейчас долго сомневалась, сделать её или нет. Делать, потому что утром я её не успею, а я очень хочу. Столько рекламы приходит, так что. Вот так вот. А вы делали сегодня маску для волос? Нет? Обязательно сделайте.